Анастасия Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Спасибо большое. Кого порадовали ангелы, которых вы увидели? Кто порадовался сердцем? Это говорит о том, что ваши имена уже записаны на небесах, вы небесные жители, и вы радуетесь тому, что вы видите. Небо приближается. Это очень здорово. Я, когда сюда пришла, я пришла с намерением молиться против коронавируса и за пробуждение у меня была эта тема. И Господь меня, прежде чем, видимо, подвести к молитве за эту тему, подготовил таким небольшим уроком, он иногда так делает, со мной. Когда только Ольга Дмитриевна начала молиться, я увидела этот, видимо, дух коронавируса, потому что Лариса Борисовна молилась, да, мы снимали корону с него. Я видела уже такую лысую голову, как Лариса Борисовна говорила, постыженную, посрамленную такую лысину. Ничего не имею против лысых людей, не обижайтесь. Очень уважаю, я это очень считаю красивым. Но факт, что корона была снята, и Господь в самом начале молитвы показал, что Он дает молот, свой топор, чтобы просто ударить по этой голове и разрубить этот дух коронавируса. Если кто смотрел пророчество Тибет Джошуа, он говорит, что в марте этот коронавирус будет смыт дождем Божьим. И поэтому мы будем наносить этот сокрушительный удар и уже мощно, дерзновенно. Я думаю, что уже мы будем молиться даже не просто за Россию, как в прошлый раз мы говорили, но я думаю, что Господь нам дает сейчас право помолиться о всем мире. Вот такое пророчество я прочитала также на неделе. Я хочу высвободить его. Оно подготовит нас молиться по этой теме. Когда 02.02.2020 Kansas City Chiefs выиграли суперкубок, на мой мобильный телефон стали приходить сообщения от харизматических лидеров и святых со всего мира. Послания были все те же, что по обыкновению высказывает харизматическое общество «Живущее пробуждение». Им все было предельно ясно. Исполнение пророчества Боба Джонса пришло вместе с победой КС Chiefs. Это был действительно явный признак того, что пришли времена отрады, ибо вот оно, пробуждение наступило. Один харизматический лидер даже специально написал мне следующее. «Пробуждение пришло. Теперь все стадионы будут забиты до отказа. Я теперь буду верить только ободряющим пророческим словам, которые представляют нам грядущие дни исключительно в позитивном свете». В ту ночь мне приснился тревожный сон, который я не сразу понял, но решил записать увиденное в дневник. Я увидел великую тьму и хаос, покрывающий землю. Когда стихийные бедствия и болезни стали распространяться, подобно лесному пожару, дух страха владел массами людей. Рисовалась весьма апокалиптическая картина. Уолл-стрит начало лихорадить. Люди запасались едой, а улицы почти опустели. Я начал ездить по некоторым основным городам земли в поисках тех, кто, как я понял, во сне, видимо, являлись остатками христиан. К моему великому удивлению, заходя в многочисленные собрания верующих, я видел, как они были охвачены огнем Господа. Проявление славы Божьей было столь ощутимо, что когда я входил, у меня подкашивались ноги. В этих собраниях была атмосфера веры, надежды и чудес, которые невозможно было найти больше нигде. Дело в том, что когда я спрашивал оставшихся христиан, беспокоит или тревожит их то, что происходит вокруг, они всякий раз восклицали. Джереми, разве вы не читали Библию? И далее они провозглашали евреям 2, 14-15. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Когда этот остаток христиан цитировал мне во сне Писания, я вдруг понял, что они живут и движутся в совершенно иной реальности, нежели окружающий мир, потому что они просто не боятся смерти. Очнувшись от сна, я сразу же открыл свой дневник там, где говорилось. Пятидесятница в Иерусалиме сопровождалась гонениями при императоре Нероне в 64-м году н.э. За первым великим пробуждением в 1730-40-х годов последовала революция 1775-83 годов. За вторым великим пробуждением 1795-31 годов последовала Гражданская война 1861-65 годов. За пробуждением на Азуза-стрит 1906-го по 1914 год пришла Первая мировая война 1914-18 годов. За движением глаз исцеления 1940-50-х годов последовала и шла во время этого Вторая мировая война с 1939-го по 1945-й год. И тут я начал задавать себе такие вопросы. Предшествует ли духовное пробуждение, исходя из опыта прошлого, или совпадает ли оно с хаосом, войнами и катастрофами национального масштаба? И еще я спросил, действительно ли Библия в книге Исаии в 60-й главе описывает события последнего времени, которые, очевидно, будут наполнены славой и кризисом, светом и тьмой, пробуждением и смятением, происходящими одновременно по всей Земле? И в историческом, и в библейском контексте однозначно да. Честно говоря, когда в феврале Kansas City Chiefs выиграл Суперкубок, я не знала, что и думать о пророчестве Боба Джонса. Но теперь, по мере того, как страх перед вспышкой коронавируса начинает переходить на март, я и в самом деле более чем когда-либо уверен, что пророчество о пробуждении — правда. И сейчас Господь дает такое понимание, что мы должны разорвать всякое партнерство со страхом. Это в первую очередь нам надо сделать, прежде чем молиться против того, чтобы сейчас восстало. У меня был такой момент, вообще прохождение с Богом, когда Господь меня учил просто всякое партнерство со страхом разорвать. Потому что когда сейчас Ольга Дмитриевна говорила об этих конях, причем о Божьих посланниках, которые несут вот эти казни, несут этот Божий гнев, мы должны быть в первую очередь защищены и чисты. И когда Господь меня учил, как противостоять болезням, были такие моменты, когда просто нечистый дух вируса какого-то или болезни, он нападал на меня, и я понимала, что симптомы все начинаются. У меня начиналось першение, раздражение, а мне, например, надо было на следующий день петь концерт. И я понимала, что я не хочу никакого провала, и мне нужно чудо. И как меня Господь тогда учил? Я просто понимала, что у меня нет дороги назад. Я просто вставала и смотрела в глаза духовному миру, что сейчас происходит. И вы можете это также увидеть и потренироваться. Сейчас, когда я сидела на ночной молитве, мне Господь просто напомнил этот урок, потому что у меня прямо вот поднялись вот все эти симптомы, которые я когда-то переживала. Когда вот этот дух нечистый начинает тебя побуждать и говорить, ты болеешь, и ты начинаешь кашлять, у тебя все начинает просто отключаться, и у тебя приходит паника и страх. Давайте сейчас просто скажем, я не партнерствую с тобой, дух страха. Я не партнерствую с тобой, дух осторожности, перестраховки, опасения и лжи. Господь показал такой момент, что или сейчас мы сами себя защищаем, есть какие-то плотские методы, когда, да, там, ты вроде бы нормально, да, говорят, там, мыть руки, все такое, сейчас очень много видео таких выходит, но это тут очень тонкая грань. Когда мы это делаем, а на самом деле за этим стоит дух страха, и Господь меня уже обличил. Он говорит, ты уже вот улавливаешь эти вот волны страха в метро, и ты уже начинаешь смотреть. Это не значит, что дух страха, он во мне сидит, он поселился, но он сказал, Господь, сейчас настал момент, когда нужно четко внутри принять решение, что я не партнерствую с тобой, дух страха, потому что это будет открытой дверью для того, чтобы любой нечистый дух мог вас атаковать. Я когда сидела здесь, я просто видела, как я сначала подумала, что это дух вируса подошел, а потом Ольга Дмитриевна, когда начала говорить про этих коней, я поняла, что это Божий ангел подходит вот так вот и проверяет, есть ли тут печать, кровь Христа запечатывает ли дверь вашего сердца, или же ваши двери вот так открыты, потому что дверь страха открыта, и кто угодно может проходить и вредить вам. И Господь дал вот это местописание из песни песней. «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобой. Мой возлюбленный пошел в сад свой, цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями». Были такие моменты, когда я понимала, что мне надо выздороветь за ночь. Вот у меня все симптомы, у меня дикий кашель поднимается. Я понимаю, что я чисто физически вот за одну ночь не смогу выздороветь никакими медикаментами. Я понимала, что мне нужно чудо, чтобы завтра наутро нам петь конкурс. Что я тогда делала? Во-первых, я каялась за весь страх, закрывала все двери, я видела в духе, что двери закрыты. И когда я видела, что дверь страха закрыта, тогда я заходила в этот сад, садилась на скамейку с Иисусом и просто смотрела только ему в упор в глаза. Я игнорировала сейчас всю эту панику, которая меня нагнетала и говорила, «Ты заболеешь. Как ты сможешь завтра спеть? Ну, выпей хотя бы одну таблеточку. Или вот тебе что-то надо сделать. Ну, какие-то предпринять шаги, чисто плотские». И я в это время говорила, нет. А я принимаю решение сейчас вот только смотреть в глаза Иисуса. Господь говорил, да, смотри мне в глаза. Я смотрела ему вот несколько часов подряд. Это было мое решение. И я верила, что вот в эти глаза я уже могла говорить все, что угодно. Господь, я верю в Твое исцеление. И я не отрываюсь, смотрю. Я верила, что чудо придет. И тогда я получала исцеление. Вот это зона нашей безопасности. Это зона такая, из которой не может нас достать никакой враг. И когда мы будем вот за этими закрытыми дверями, как запечатанный сад, с Иисусом на скамейке сидеть, смотреть ему в глаза, отказываться от любого партнерства, вообще от любого сомнения, что ты придешь в метро, понятно, что эти волны, они все пойдут, все люди смотрят, это тебе все передается, а у тебя уже внутри решение до этого принято. А я отказываюсь с этим партнерствовать. Потому что я понимаю, что или сейчас я себя буду защищать. Как ты себя защитишь? Ну вот китаец сидит, ты подумаешь, надо мне сесть подальше. А тут как бы неизвестно, что тут находится. Ну или ты масочку наденешь. Но это такие глупые методы. Это то, что очень, знаете, под сомнение можно поставить. Но под сомнение нельзя никогда поставить крест и кровь Иисуса Христа. Сильней этого ничего нет. И как Господь сказал, что какой бы ужас сейчас, страх, паника, не нагонялись бы, Но восстань, светись, Россия, восстань, светись, Божья Церковь, Санкт-Петербург, ибо пришел твой свет, и слава Господня зашла над тобой. Ибо вот тьма покрывает землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь. Боже, мы так благодарны Тебе, что сияет Твоя слава. Господь, как Ты сказал, что тьма покрывает землю и мрак народы, а над Тобой, над Россией, над Твоей возлюбленной, над Твоей невестой воссиял Господь. И слава Божья, она является. Она является сейчас над Россией. И приходят народы. Господь, слава Тебе. Слава Тебе, Господь, что когда двери закрыты для врага, когда двери невесты закрыты для страха, для любого опасения, за все, что маскируется, даже под какую-то человеческую мудрость, ну, Ты сказал, всякая мудрость человеческая есть бесовская мудрость. Это не та мудрость, с которой мы партнерствуем. И сейчас властью Господа Иисуса Христа мы убираем всякие эти руки страха. Все, что удерживало народ Божий в плену этой лжи во имя Иисуса Христа. Молитесь сейчас на языках. Господь, Он говорит, что во время молитвы Он созидает безопасное место для своей голубицы. И мы сейчас говорим всякому духу паники, духу страха, который поселялся в нашем городе, который поселялся в нашей стране, которая насаждалась в нашей стране. Мы говорим замолчивое имя Иисуса Христа. Мы посылаем особенный мир. Особенный мир. Мудрость не бесовская, не человеческая, но мудрость, сходящая свыше, приходит в кабинеты власти во имя Иисуса Христа. Мы обращаемся сейчас. к этому коронавирусу, к этой эпидемии во имя Иисуса Христа. И мы сейчас говорим, что дождь смывает, смывает эту эпидемию во имя Иисуса. Одним путем выступит семью, пусть они побежит во имя Иисуса Христа. Мы наносим этот удар. Оттуда, где ты пришел, ты туда уходишь, убираешься в преисподние места земли. И мы связываем тебя, нечистый дух, посрамленный, без короны, с прорехой в голове. Мы связываем тебя, бессильный, посрамленный, и мы говорим, убирайся во имя Иисуса Христа с арены нашей земли. Это сейчас время пробуждения, это время Божьей славы, это время забитых стадионов. И ты не встанешь на пути Божьего Духа, ты не встанешь на пути пробуждения во имя Иисуса Христа, ты не встанешь на пути Божьих планов. Дождь Божий тебя смывает. И не ты на арене. А Иисус Христос в новостях, Иисус Христос в новостях, Божья слава в новостях. Мы благодарим тебя за твою славу, мы благодарим тебя за твои победы, Господь. Аллилуйя, Господь, на что ты сейчас показываешь эти небесные поставки, этих ангелов, небесных санитаров, которые приходят к этим людям, пострадавшим от коронавируса. Господь, мы сейчас просто высвобождаем силу. Господь, твою божественную руку, Господи, прикоснись к каждому человеку, Господь, кто был заражен. И прямо сейчас мы посылаем все эти койки, Господь, ко всем этим местам, каждому больному человеку, Господь, пусть прикасается твоя исцеляющая сила. И мы говорим, встань, вставай. Мы говорим, сила любви Божьей приходит к тебе. Промбатит, шенди, крест, салетшал, проила. Опускается, и рекрешили крето, Божья милость, опускается в каждую больничную койку, в каждую палату, каждому больному. Нисходит, Господь, и рекрешили кромать мера, марае, према лури дифори, крестанир, ромаренте суммария, пьяну корту в ремаре, прессандиором мера, репрешили карта фромарина, лекрешили каммия, репрешили шеи фроли края, ори креста, цера, онементе фира, глотика села, лошида фрора, дикрома и вала, лаправа ромали хитфора, пресад и кресQuéили, крестан и креда, кор фрешили карта пров blog Рента, пропрешили карта, пропрешили кресала и цера, ори Кред и крессала, шеиди края, ори Кредиеселе, пропрешала, ори Кредиеселе, Ори Клэсан и шеи, крешили края, Субтитры подогнал «Симон»